Настал для меня час, когда правда Христова обязывает меня открыто перед христианским миром исповедовать то, что совершилось надо мной, как над одним из величайших грешников по неисповедимым судьбам Божьим. В этой моей исповеди я хочу откровенно рассказать о своей трагической религиозной жизни, которая со своими духовными обрывами, падениями, непроходимыми соблазнами, всякого рода отречениями от Христа и плотскими искушениями почти беспрерывно тянулась 23 года. Итак, начну со времени моего отъезда в Сибирь. С этого момента, как я отбыл из Петрограда в Сибирь, я стал чувствовать, что моя любовь ко Христу начала постепенно умоляться, гаснуть. Плотские же пожелания, страсти, все чаще и чаще, все сильнее и сильнее поднимались во мне и давали осязательно знать о себе. Эти мои плотские страсти временами принимали прямо стихийный характер. Они настолько были сильны во мне, что периодами я просто терял рассудок и совершенно от них изнемогал. Несмотря на это, я все же неустанно с ними боролся и боролся отчаянно. Мне тогда оказалось, что если я не устаю в борьбе со страстями, значит я бесповоротно и окончательно погибну. Я уже в самые моменты приливов страстей с грустью в сердце прозревал, что всякие соблазны и плотские страсти возникают в человеке исключительно за счет духовной евангельской жизни. Если эти плотские страсти возьмут надо мной вверх, думал я, то значит любовь моя ко Христу, как основа моей жизни, должна во мне окончательно рухнуть. И тогда вся моя духовная христианская жизнь превратится в жалкий прах. Этого-то ужаса я страшно и боялся, да и было чего бояться. Я уже тогда сознавал всю опасность плотских пожеланий. Я чувствовал, что в моменты прилива страстей душа моя не была способна ни любить Христа, ни молиться Ему, ни даже ясно и твердо верить в Него. Не без основания я думал тогда, что самая духовная смерть для религиозной жизни христианина скрывается именно в чувственной его жизни. Когда же утихали во мне плотские пожелания и страсти, Тогда снова светлый луч моего любовного тяготения ко Христу загорался в моей душе, и я глубоко чувствовал, как мне было радостно и весело ощущать его в себе. В такие моменты я не раз думал и размышлял о том, как бы мне раз навсегда удержать в себе этот всеосвящающий святозарный луч, наполняющий все мое существо неизреченную для меня духовной радостью. Я не разумеялся в своих грехах. Я не только горел ими, но часто мучился и страдал от них даже до полного изнеможения. Временами прямо до отчаяния я доходил от них. Так тяжело мне было. Особенно тяжело мне было в то время еще и потому, что я чувствовал и твердо осознавал, что мои стремления и отношения ко Христу со дня на день становились все слабее и слабее. Молиться Христу так горячо, как прежде, я уже не мог. Вера моя в Него становилась слабой. Любовь ко Христу вспыхивала в моей душе изредка и слабо. И вся прежняя моя, прочная, органическая, живая связь со Христом почти окончательно порывалась. Духовная же жизнь приходила к быстрому умиранию. Так я чувствовал себя в то время. Два года я ходил с крестным ходом, оставаясь еще чистым и невинным юношей. Когда же я пошел с тем же крестным ходом на третий год, тогда в жизни моей свершились страшные падения. Я впал в грех с одной девушкой. Пал я с ней при следующих обстоятельствах. Случилось на прикрестном ходе остановиться в большом селе, и мне отвели квартиру в доме одного купца. А у него была дочь. Молодая девица, прекрасная, как ангел. Здесь-то дьявол и поверг меня к своим ногам. И я пал с этой девицей. Не знаю, как это случилось со мною. Она много плакала о своей потерянной невинности. Но и я от мучения совести и страшного отчаяния чуть не умер. Мне казалось, что я навеки погиб и погубил эту несчастную девицу. Я хотел было на ней жениться, но Бог в скором времени судил иначе. Она простудилась от воспаления легких и умерла. О, это падение! Я даже без ужаса о нем не могу вспомнить. Это не было грехом в обыкновенном смысле. Нет, это было сознательным моментом окончательного порывания моей живой связи с Богом, духовным бунтом против Святого Духа, свободным отречением от живого Христа, нарушением евангельских заветов и в то же время ужасным переживанием богооставленности души со стороны триединого христианского Бога. В это время я в первый раз в своей жизни пережил и опознал всю бездну невыносимого адского мучения, душевного страдания и моего страшного одиночества. До сего времени я удивляюсь, как я еще остался жив после совершения мною этого страшного греха. С этого дня я невыразимой смертельной тоской начал чувствовать всю тяжесть своего преступления. Сразу по совершению этого греха я почувствовал, что я как бы оторвался от чего-то самого для меня главного, самого для меня ценного. Оторвался и лечу в какую-то страшную бездну, пропасть. Тут с острым чувством отчаяния я узнал и с горючей сердца убедился, что я в это время сам добровольно оторвался и отпал от живого моего Христа. Его уже возле меня нет. Нет и меня возле Христа. Между Христом и мною мой грех проложил как бы непроходимую вечную бездну. Я смотрел на эту бездну и горько плакал. Плакал я о том, что Христа возле меня нет. Христос по своей природе свят. Он только во святых почивает. А я? Я стал величайшим грешником, мировым грешником. И поэтому он меня оставил и удалился от меня. Я смотрел на себя, как на погибшего, окончательно погибшего человека. И я плакал и молил про гневаного мною Бога, чтобы он простил мне грех мой. С этого момента я сделал себя жалким пленником греха и презренным рабом плотских страстей. Чем дальше и глубже я уходил в плотскую жизнь и терялся в ней, тем я все дальше и дальше уходил от Христа и, подобно метеору, летел от Него в самую пропасть ада. С этого момента я уже мало думал о Христе. Он стал каким-то далеким мне, чужим. Я мало им интересовался. Наоборот, всю свою любовь со Христа на Зарецкого Христа теперь я перенес на себя и на свое начальство. Самоотверженно исполнял я волю земного начальства, которое меня хвалило и называло энергичным человеком. В то же время я чувствовал, как ползали в мою душу точно змеи порог за порогом, страсть за страстью. Первое место среди них занимала горько. За ним тщеславие, затем осуждение других, затем блуд, затем раздражительность, затем злоба, затем жестокость, затем ожесточение, затем хула, затем богохульство и так далее. Все эти пороки в своей совокупности и представляли из себя как бы самое главное ядро моего Я, моего Духа. Я сказал, что меня начальство хвалило. Не менее начальство хвалили меня и люди. Они почитали меня за великого проповедника. И я, упоенный людской славой, так о себе и думал, что я действительно такого есть на самом деле. Мне казалось в то время, что никто так не говорит проповедей, как я. Вместе с этой похвалой, я, быть может, даже и в самой похвали людской, скрывался еще тот затаенный душевный яд, который, проникая в мою душу, точно электрическим смертельным током отравлял все мое существо. Этот яд есть страшное, современное чувство. Чувство сознания себя творцом религиозного опыта, благим религиозным учителем человечества, мудрым знатоком священного писания, проповедником откровения Божия, выразителем тайн Христова, ума и как бы совершеннейшим знатоком всей Вселенной. Но, несмотря на это сатанинское чувство и всю гордую, сверхчувствительную, дьявольскую, самолюбивую и самоправедную самооценку, созидаемую внутри моего испорченного сердца, я все же ежеминутно как бы чувствовал и находился в каком-то зале страшного суда. И весь этот зал для меня представлял из себя мировой суд, где участвует не одна моя совесть, но Бог и вся Вселенная. И вот, находясь в этом мировом суде, я слышал, как устами моей собственной совести Вселенское Божие правосудие клеймило и называло меня христианским фарисеем, церковным фигляром, праведным грешником, святым лицемером, православным язычником. Девственным блудником, смиренным гордецом и так далее. Да, таким я и был на самом деле. Ведь людям я проповедовал одно, а в своей личной жизни делал другое. С проповеднической кафедры я обещевал пороки других, а в этих пороках я топил свою собственную душу. Я обличал людей, а сам своими грехами превосходил весь мир. И вот, после моего падения, страсти мои все сильнее и сильнее развивались во мне и крепли. Один раз до того они были сильны во мне и настолько охватили с собой все мое существо, что я совершенно от них обезумел и в этом безумии заострил нож и произвел себе обрезание. Кровь полилась обильной струей, я испугался, болел целый месяц, не говоря никому о своей болезни. Вскоре после этого случая я оставил биск и отправился на родину, а потом в Палестину и на Афону. В Палестине я начал понемногу отрезвляться от своей прежней греховной жизни. Началом или мотивом к этому моему отрезвлению послужили два факта. Первый, моя встреча с одним крещенным евреем, который по своей живой вере во Христа и пламенной любви к христианскому Богу был второй апостол Павел XIX века. Его ругали, плевали в его лицо, отталкивали его от себя, а он, точно агнец кроткий, утирался своим рукавом и продолжал благовести Спасителя. Его вера была живой, всезахватывающей, он весь дышал Христом. Христос для него был все, но Христос его был словно не вселенский, а израильский. Я должен сказать правду, что я даже немножечко ревновал Христа к этому еврею, он так любил Спасителя, что даже со слезами целовал землю, которая была поблизости той или другой святыни. Еврей этот был великим истинным христианином, и он много оказал на мою душу влияние снова возлюбить Христа и снова быть его пламенным и огненным учеником и последователем. Второй факт открытая в Палестине торговля христианской святыней. При виде этой рыночной униженности и попираемости христианской святыни во мне моментально вспыхнуло страшное негодование на греков и я в ревниво стал на защиту втоптанной в позорную грязь христианской святыни. Тут я вспомнил отвергнутого мной Христа, вспомнил Его Святейшее Евангелие, вспомнил и серьезно задумался. Мне стало жаль Христа, жаль Его святого учения, жаль Его религии, жаль всей Его святыни, униженной, попранной святыни. Боже мой, говорил я сам себе, неужели Ты даровал нам Сына Своего, чтобы мы, священнослужители, торговали им? Неужели христианская религия для того, принесена Христом с неба на землю, чтобы служители христианской церкви превращали ее в рыночный товар для мирян? Неужели и само церковное духовенство для того лишь и духовенство, чтобы торговать Христом и его святейшей религией? О, какой ужасный позор христианству! Действительно, греки без всякого зазрения совести торгуют самим Христом, торгуют христианской религией, торгуют святыми таинствами церкви, торгуют какой-то разрешительной литургией, святыми мощами, миром святителя Николая, чудотворными иконами и так далее? Размышляя о таком страшном смертном грехе кощунства над святыней, об этом постыднейшем распинании христианской религии на позорном рыночном столе дерзкими и грязными руками алчных священных торговцев, я не мог не проникнуться глубоким чувством душевной боли за Христа, за Него самого лично, за Его святую религию, но в то же время я отнюдь не вспомнил о самом себе, я нисколько не подумал о своем крестном ходе, а на самом деле я тоже во время крестного хода разве не тоже ли самое делал, что делают эти греки со святыней Христовой? Чем же был для нас крестный ход? Не представлял ли он из себя постыдной торговли тем же самым Христом? Не для того ли мы ходили с крестным ходом, чтобы в каждом бедном доме крестьян, казаков, мещан и прочих разменивать свои молебны и панихиды, литургии и таинства церкви, на звонкую монету презренного металла? Не для того ли мы переходили из села в село, из города в город с иконой великомученика Патилеймана, чтобы с простодушного, бедного, доверчивого верующего во Христа христианского людо собирать оброчный налог исключительно только за их религиозные верно подданические чувства к своему Христу, Царю и Богу? Этого-то страшного греха я тогда не осознавал за собой. Из Палестины я отправился на Афон, откуда через несколько недель вернулся в Россию. Под возвращением в Россию я поехал в Хиеву и Бухару, где мечтал быть миссионером. К этому великому святому подвигу меня воспламенил тот же самый еврей, встретившийся мне в Палестине. Он весь был полон огненной стихии любви ко Христу. Она была в нем безгранично. О, как безгранично! После моих неудачных миссионерских выступлений в Хиве и Бухаре я вернулся опять в Сибирь и отправился в Читу Забайкальской области. здесь, несмотря на то, что я продолжал вести свою прежнюю греховную жизнь, периодически я ощущал в себе такую страшную смертельную тоску по живому Христу, что иногда по несколько часов подряд не находил себе места. Так тяжело мне было, так тоскливо, так невыносимо мучительно, что я не нахожу слов, чтобы передать это состояние, чтобы описать хоть сотую часть всей этой душевной муки и тех адских страданий, какие мне приходилось переживать, чувствуя свою внутреннюю интимную разлуку со Христом. Это такое тяжелое состояние духа, что никакие лишения, никакие страсти, никакие страдания, никакие болезни, ни даже самая мучительная смерть ни в каком случае не могут сравниться с этой невыразимо мучительной душевной тоской, какую мне приходилось переживать в полном беспросветном одиночестве без Христа. О, это страшное одиночество! Оно есть живое переживание самого изначального бытия духовной смерти, переживание как начало всякого зла и всяких мировых бедствий. Тут я более чем убедился, что кто в своей жизни хоть один раз самоотрещенно любил Христа, тому окончательный бесповоротный уход от него всегда неименуемо грозит самоубийством, в крайнем случае сумасшествием. По горькому своему опыту могу сказать, что если существуют те или иные наказания грешников, то они по своему характеру ничто иное, как окончательная разлука со Христом. Окончательная разлука со Христом это нечто более страшное, нечто более ужасное, чем одиночество без Христа. Сущность разлуки со Христом состоит в том, что душа при всем своем сознании своего ничтожества и совершенной беспомощности начинает вследствие богооставленности сама в себе внутренне изменяться, начинает прогрессивно злеть, ожесточаться, во всем упорно противодействовать своему Богу и, наконец, сатанеть. Подобный душевный прогресс сатанелости мне хорошо известен. При приезде моем в черту епископ Мефодий в скором времени назначил меня в миссионерский Иргенский стан псаломщиком. Здесь, в Восточной Сибири, мною было положено новое начало моей миссионерской деятельности. На этом новом месте я все больше и больше стал забывать своего Господа и затираться миром. Христа со мной уже не было, в моей душе я его не ощущал. Он был по ту сторону моей жизни. Прежней моей детской любви к нему также не было. Это не все. В это время в мою душу стали заползать пантеистические идеи. Они особенно собой наполняли мою душу в весенние-летние месяцы, когда природа облекалась во всю пышность своей неотразимой дивной сибирской красоты. Красота сибирской природы заключается в ее волшебной тихой и сладкой грусти. Она в одно и то же время нежно улыбается и грустно плачет. Но ни одна природа навевала на меня идеи пантеизма. Начало всякого пантеизма скрывается в плотской жизни. Его зародыш возникает в самом прогрессе духовной смерти. Смерть духовная есть мать всякого пантеизма. Когда приходилось мне в вечерние часы просиживать около маленькой часовни, что на восточном берегу Иргенского озера, тогда часто душа моя тянулась к Богу. И я не раз как бы невольно поднимался на молитву и горячо плакал о своей греховной жизни. Мне было очень тяжело жить без Христа. Тоска по Христу часто гнала меня на это место. И я с глубокой сердечной грустью в душе с горячими слезами молил своего Господа, чтобы Он примирился со мной и опять вернулся ко мне и вернул бы мне мою прежнюю любовь к Нему. Мне очень хотелось тогда, чтобы Христос никогда не отходил от меня и не оставлял меня. Живя в Иргенском стане и часто бродя по лесистым холмам и по горам этой дивной местности, я иногда чувствовал в себе какое-то вновь духовное просветление. Мне хотелось и о, как хотелось снова любить Христа, любить Его бесконечно, пламенно, любить Его всем своим существом, любить больше и сильнее, чем сей видимый мир, чем самую жизнь, чем даже самого себя. Мне по-прежнему хотелось так любить Христа, чтобы от моей любви новым духовным любовным огнем загорелись солнце, луна, звезды, земля и вся вселенная. Мне хотелось измениться, пересоздаться в одну чистую пламенную любовь к Нему. Мне хотелось, чтобы меня лично не существовало, а вместо меня, как личности, существовала бы только одна чистая любовь ко Христу. Мне наконец хотелось раз навсегда слиться со Христом и окончательно раствориться в Нем, под наплывом таких чувств ко Христу я горячо желал опять вернуться на прежний путь евангельской жизни. Я горячо желал, чтобы все евангельские заповеди с величайшей любовью воплотить в свою личную жизнь. Желал самоотрещенно исполнять их и исполнять бескорыстно, без всяких за это награться стороны самого Бога. Пусть я в загробном мире лишился бы навеки, лишился бы вечного блаженства, пусть я бы был осужден на вечные муки, пусть я даже никогда не увидел бы Христа, одного лишь я хочу, вечно без конца любить и любить одного Христа. Вот какой любви рвалась моя душа во мне.